Если мы будем говорить про 143 указ, про поддержку, которая была оказана гражданам, первое это продление сроков до 30 апреля представления декларации. Еще одним важным моментом было оказание поддержки самозанятым гражданам. Такие лица, занимаясь определенными видами деятельности, уплачивают единый налог. Особенность единого налога в том, что он платится за вид осуществляемой деятельности. Получил доход, доход не получил, налог необходимо уплатить. И вот граждане, уплативши налог вперед, столкнулись с тем, что деятельность не осуществляется, нет клиентов, нет возможности получить доход. Они стали обращаться в налоговые органы, говорить о том, что, наверное, это не очень справедливо, что же нам делать. И тогда две меры поддержки были прописаны в 143 указе. Первое. Возможность пересчета налога, исходя из реального количества дней осуществляемой деятельности. Индивидуальным предпринимателям было предоставлено право перейти на другую систему налогообложения, то есть платить не за вид деятельности, а исходя из полученной выручки. Более 550 индивидуальных предпринимателей воспользовались возможностью перейти на упрощенную систему налогообложения. Еще один вид поддержки – это рекомендация областным советам депутатов и Мингорсовету снизить в два раза ставки единого налога. Такие решения были приняты. И на сегодняшний день более 39 тысяч индивидуальных предпринимателей уплачивают единый налог по ставке, сниженной в два раза. В целом налоговая льгота предоставлена на 9 миллионов рублей, ведь снижение ставки – это налоговая льгота. Также гражданам была возможность не только, мы говорили про самозанятым, произвести перерасчет налога, и если образовывалась переплата, конечно, есть возможность ее вернуть. Продолжение следует...